Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о приложениях, которые сама использую со своими учениками, с малышами, дошкольниками и с учениками начальной школы, и которые я обязательно советую родителям. Эти приложения я советую не для того, чтобы дети зависали в них и проводили очень много времени, но для того, чтобы каждый день в течение 10-20 минут ребята могли позаниматься языком. И при этом родителям не нужно было бы готовить ничего особенного. Не нужно ничего искать дополнительно, просто открыть приложение и позаниматься вместе с ребёнком. Поиграть, почитать, посмотреть обучающее видео. Думаю, что эти приложения будут полезны как преподавателям, так и родителям, поэтому поехали! Итак, первое приложение... Да, именно так оно называется, Khan Academy Kids. Я сейчас постараюсь вам показать, что в нём есть, что вы в нём можете делать. Итак, во-первых, это вот такая вот, так скажем, полоса препятствий, да, то есть задания разного уровня. Выполняете задания, продвигаетесь дальше. У меня открыто немного уровней, так как дети у меня не занимаются с моего планшета, каждый занимается на своём устройстве, я просто показывала родителям. Вот такого вот. Давайте дальше не пойдём. Разного рода бывают задания. Есть задания с буквами. Есть различные задания просто на отработку лексики, да, с какими-то словами, выражениями, ну, то есть абсолютно разные. Итак, дальше, что есть у нас ещё? Переходим вот сюда в библиотеку, в крайнем, в верхнем левом углу, и здесь мы можем найти много-много-много всего. Во-первых, это книги. Сейчас у нас приближается Хэллоуин, поэтому книги тематические. Ниже вы видите много-много разных. Давайте что-нибудь посмотрим. Как видите, мы их можем здесь читать и слушать одновременно. Можем читать сами. Дети могут смотреть картинки, можем просто обсуждать картинки. Есть нарисованные, есть книжки с фотографиями, да, вот про живую. Вот таким вот образом, да, то есть книги, очень много разных книг, видео с канала Super Simple Songs и не только, да, то есть здесь вот есть цифры, есть алфавит, чтение, буквы. Дальше мы можем что-то создавать сами, рисовать, раскрашивать. Оффлайн какие-то материалы. Далее у нас идут снова чтение. Сначала алфавит, а затем чтение. Дальше цифры, снова какие-то книги, что мы можем почитать. Задание на чтение и задание на логику. То есть вот такое вот приложение, абсолютно бесплатно. Всем вот этим вот вы можете пользоваться бесплатно. То есть просто открываете, заходите. Так, ну мы с вами это увидели. Do you have a rubber duck like this one? Or this one? Or this one? Or even this one? Today? Давайте долго не будем, то есть различные, различные задания. Здесь какая-то сортировка будет, да. Put the green buttons into the green jar. Put the purple buttons into the purple jar. Угу. Окей. Супер! Вот таким вот образом, то есть абсолютно разнообразное задание. Put the green buttons into the purple jar. Put the purple buttons into the... Окей. Вот так. Думаю, что оно понравится обязательно и вам, и вашим детям, и вашим ученикам. Итак, следующие три приложения, о которых хочу рассказать. Сразу три, потому что они все, в принципе, похожи. Да, просто отличаются своим наполнением. Все они от британского совета. Первый называется new skills. Второй first words. Третий starting to read. Да, давайте посмотрим одно. Все они похожи, но содержание, но кто-то у вас принадлежит к разным. Да, давайте что-нибудь посмотрим. Поискай. Да, выберем... Can you find these things? Угу. Нужно нам найти эти предметы. В целом, может быть, картинку, фритонку. Что есть, какие есть цвета. Kiwi, pineapple, celery, pear, watermelon. You've got a new sticker. Can you find a pineapple? Pineapple. You've got a new sticker. И все, в принципе, они похожи. Вот там вот этот вот барашек, с которым происходят разные приключения. Вот так. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Хочу напомнить еще раз, что все приложения абсолютно бесплатны. Поэтому скачивайте, пробуйте и пишите, как вам понравилось или не понравилось. Если у вас есть какие-то комментарии или пожелания, вы всегда можете написать мне в директ в инстаграм. Ссылку я оставлю в описании. Спасибо за просмотр. Пока-пока.